Приветствую, друзья! С вами на связи Александр. Я только что перетянул струны на гитаре, и пока они садятся, я решил уделить немного времени и вместе с вами пообщаться, записать такое разговорное видео, в котором поделиться с вами результатами и итогами уходящего 2016 года. Также я думаю, что в этом видео, оно несколько спонтанный характер носит, я поделюсь некоторыми достижениями и фактами из своей личной и семейной жизни. Я думаю, что вы имеете право знать определенные нюансы, так как являетесь моими зрителями, моими подписчиками. Но начнем с самого начала. Поговорим о нашем канале, на котором вы смотрите это видео. В декабре месяце количество просмотров на канале превысило планку в 2 миллиона просмотров. Это действительно большая очень цифра. Я представляю 2 города-миллионника, и каждый из жителей этих городов от мала до велика просмотрел то или иное видео на моем канале. Это не может меня не радовать, и это наше с вами достижение. Также очень большим достижением и большой радостью для меня является то, что количество подписчиков также в декабре 2016 года превысило планку в 8 тысяч подписчиков. Я понимаю, что не каждый из моих подписчиков ежедневно заходит на мой канал, чтобы посмотреть, может быть, там появилось какое-либо новое видео. Но то, что в свое время вы не сочли за труд и нажали на кнопку подписаться, говорит о том, что то или иное видео на моем канале вызвало отклик в вас. Это тоже не может меня не радовать, потому что я стараюсь постоянно улучшать качество своего исполнительского мастерства, а также качество картинки и звука. Я купил хорошую цифровую камеру с таким объективом, предназначенным для видеосъемки. Купил экшн-камеру, купил специальный рекордер для качественной записи звука. Я стараюсь изучать основы монтажа, потому что я сам занимаюсь нарезкой. И вы заметили, наверное, что в видео на моем канале, когда я записываю музыкальные и снимаю с двух разных ракурсов, то картинка не часто меняется, не слишком динамично. А такие плавные переходы, я думаю, что это за лучшее, потому что если будет быстро меняться картинка, это будет отвлекать внимание от звука. Но когда плавно сменяется картинка, то большее внимание как раз-таки уделяется прослушиванию композиции, ее гармонии и так далее и тому подобное. И еще один момент, который не может также меня не радовать, что вы ставите лайки и комментируете мое то или иное видео. Я сегодня утром общался с одной из своих зрительниц, ученицей, ее зовут Татьяна, она живет во Флориде, в США. Татьяна, привет, если вы смотрите это видео. И во время нашего общения по скайпу она попросила меня исполнить какую-нибудь песню. Я сыграл «Подмосковные вечера», и она сказала, что эта мелодия, это исполнение мое пробрало ее до мурашек. И на самом деле это меня тоже не может не радовать, если мои зрители и подписчики испытывают те или иные эмоции или чувства, которые вызывает моя музыка или мое исполнение той или иной композиции. Потому что я верю в то, что музыка меняет человека к лучшему. И если человек испытывает те или иные чувства, он становится богаче внутренне и меняется в мировоззрении в лучшую сторону. Еще один момент. Мне недавно один из подписчиков написал в одном из комментариев, что я за прошедший год вырос на три головы. Действительно для меня приятен этот комментарий и этот комплимент. На самом деле я прилагаю достаточно много усилий для того, чтобы улучшать качество контента, качество картинки и звука, как я уже выше отмечал. Но я хочу здесь отметить такой нюанс. На самом деле то, что улучшается качество моей игры, качество моего общения с людьми, качество канала – это следствие. Причина кроется во мне. Я стараюсь ежедневно работать над собой в плане образа своего мышления, в плане дисциплины и тайм-менеджмента. Потому что я верю в то, что чем лучше вы становитесь, чем выше ваше мышление, если смотреть по различным уровням, тем более интеллектуальные, мудрые решения вы сможете принимать. И, соответственно, чем более интеллектуальные, чем более мудрые и правильные решения вы принимаете, тем более качественной будет становиться ваша жизнь. Я вижу прямую связь между мышлением и качеством жизни и в своей личной жизни. И я уверен, что если вы будете следовать этой же модели, ваша жизнь будет кардинально меняться в лучшую сторону прямо у вас на глазах. Также немаловажную роль играет дисциплина и, разумеется, грамотное распоряжение временем. Но я хочу также отметить здесь еще одну очень важную деталь, что большим вдохновением и большим стимулом для того, чтобы мне записывать видео, делиться с вами музыкой, является такое понятие, как любовь. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Во-первых, я очень сильно люблю свою семью, свою жену и своих детей. И именно они являются большим или большим, можно сказать, вдохновением и стимулом для меня, потому что я, в частности, работаю качественно над собой, чтобы становиться лучше и лучше проводить и качественнее, и продуктивнее время со своей женой, с детьми, давать им максимум полезной информации, служить хорошим примером, чтобы они становились отличными гражданами мира. У них у всех российское гражданство. И также огромную силу любви я получаю и испытываю к людям. И чем больше я общаюсь с различным количеством людей из различных уголков нашей планеты, из различных стран, из различных культур, тем больше я начинаю любить людей. А сфера моей деятельности, она позволяет мне общаться с огромным количеством людей из разных континентов, от Австралии до Америки, как Канада, так и Соединенные Штаты, и от Америки до Европы, Италия, Германия, Австрия, Англия, Россия и множество других стран. Украина и так далее и тому подобное. И, друзья, на самом деле я вас люблю с каждым днем все больше и больше, и это тоже помогает мне, даже не то, что помогает, а двигает меня, стимулирует для того, чтобы улучшать качество своего вещания. И я понимаю, что очень сильно качество вашей жизни зависит от того, насколько вы эффективны. Поэтому я, кстати, сделал второй канал, который посвящен личностному росту и личной эффективности. Если вам интересно, можете подписаться также на мой второй канал. Он называется Александр Фефелов Live. Ссылочка будет под этим видео. Еще какие моменты хочу отметить. Кстати, мы перед уездом, это тоже результат или достижение нашей семейной жизни. Перед уездом из России получили ключи от нашей новенькой квартиры. Мы думали получить их раньше, но стройка затянулась, и прямо перед уездом, когда у нас уже были билеты, мы буквально сидели на чемоданах, нам выдали ключи. Мы даже ремонт ничего не начинали делать, так и уехали, пока квартира стоит пустует. Еще одним из достижений или прорывов в 2016 году я считаю улучшение качества моего английского языка. Я стал более бегло говорить по-английски, потому что здесь большее количество людей именно говорят по-английски. Мало русскоязычных, очень мало сейчас, наверное, в связи с курсом рубля. И хотите вы или не хотите, вам необходимо просто говорить по-английски. Но здесь на острове Бали, мы сейчас в Индонезии живем, на Бали, далеко не все жители говорят по-английски, поэтому я также изучаю индонезийский язык, стараюсь максимально впитать в себя общую потребительную лексику, потому что если вы хотите купить какие-либо продукты, фрукты, овощи, вам необходимо поехать на рынок или в какую-нибудь овощную лавку, например. И продавцы или хозяева, собственники этих лавочек далеко не всегда говорят по-английски. Может быть, парочку-тройку слов hello они могут вам сказать. Но для того, чтобы спросить цену, спросить, можно ли получить скидку на тот или иной продукт, если вы будете брать много, а мы, как правило, берем много, потому что у нас семья, нам приходится частенько выезжать на рынок, очень помогает знание индонезийского языка. И я начал учить цифры, единицы, десятки, также общепотребительные слова, нож, дом, продукты, все там, рыба, курица и так далее и тому подобное. И мне это нравится. Еще один важный момент, который мне кажется, интересно будет поделиться. Я понимаю, что жить только для себя, это не совсем интересно, не совсем вдохновляет. И большим стимулом для меня является жизнь для моих детей. И то, что мы смогли выехать в новые культуры, в новые страны, и то, что мои дети видят различных животных, буквально здороваются за руку с мартышками и играются с крабами-отшельниками, ловят геккончиков, ящериц, разных насекомых, бабочек красивых и так далее. Очень большое количество разнообразий здесь животных. Это тоже меня не может не радовать, потому что лучше, чтобы они изучали природу таким образом, флору и фауну. Вот мы ходим, они видят, каким образом растут кокосы, папайя, бананы. Это лучше, чем просто по учебнику природоведения, например, изучать те или иные предметы. Так что развитие детей в этом году, как мне кажется, оно продвинулось на достаточно высокий уровень. Но мы будем дальше развиваться. Еще один момент, благодаря тому, что мы отправились в путешествие, количество энергии, я чувствую, во мне оно подпрыгнуло на более высокую планку. У меня повысилась работоспособность, у меня стало лучшее настроение, и мне еще больше хочется общаться и знакомиться с новыми и новыми людьми. Я, кстати, постоянно над этим работаю, потому что для меня очень важно качественно, продуктивно доносить ту или иную информацию до своих учеников, так как я, помимо того, что музыкант, еще профессиональный педагог. Кстати, еще такой нюанс. Мы на острове Бали отметили мое 35-летие. Мы отметили на этом острове шестилетие моего старшего сына. Моя жена также отметила свой очередной день рождения на этом острове. Также, когда мы сюда летели, я даже не знал, что этот остров с двух сторон омывается двумя различными океанами. Мы успели искупаться и на Тихом океане, и на Индийском океане. Мы целый месяц жили прямо на берегу, буквально в нескольких метрах от Тихого океана. Но в связи с тем, что сейчас начинается сезон дождей, не начинается, он уже идет, стали большие волны ежедневно на океане. Дождь стал лить. Мы сейчас уехали в центр острова, здесь более как-то спокойно. И, кстати, там мы в два раза попали в землетрясение. То есть ночью это было, дети ничего не почувствовали, а мы женой в этот момент не спали. Не ночью, а вот поздно вечером. И здесь не так трясет, скажем. Вот это какие-то нюансы, которые я хотел вместе с вами обсудить. Я смотрю по времени, что мы уже с вами общаемся больше 10 минут. Я дорожу вашим временем, не хочу задерживать и утомлять вас информацией какой-то. В заключении этого видео хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы со мной. Вы являетесь моим вдохновением, моим стимулом, моей любовью. И все, что я не делаю на этом канале, я делаю для вас. Если это видео вам понравилось, обязательно поддерживайте его лайками. Поздравляю вас с праздниками новогодними. Если вы христианин, поздравляю вас с Рождеством Христовым. Ну, думаю, что и если вы придерживаетесь других религий, все равно с праздником. И подписывайтесь, если еще не подписаны на этот канал. Делитесь моими видео в социальных сетях со своими друзьями и подписчиками. В 2017 году мы с вами еще лучше усилим качество видео на этом канале, сделаем его еще более интересным. И если вам интересен такой формат общения, может быть, время от времени мне стоит записывать, например, каждое пятое или каждое десятое видео после музыкальных разговорное. Скажем, четыре музыкальных, одно разговорное. Или девять музыкальных, одно разговорное. Дайте, пожалуйста, обратную связь в комментариях под этим видео. Еще раз вам огромное спасибо. Всего желаю вам самого наилучшего в 2017 году. Пусть он будет для вас прорывным, пусть он для вас будет очень благополучным и с точки зрения отношений, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения финансов. Карьерного роста вам. Всего самого-самого наилучшего. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok